В результате четкого сотрудничества правоохранительных органов России и Республики Абхазии буквально в течение 10 дней был установлен один из нападавших на российского дипломата и его супругу. Российскими следователями, кстати, незамедлительно выехавшими в Абхазию в рамках запроса о правовой помощи, адресованного Следственным комитетом России, были проведены сложные судебно-молекулярно-генетические, а также компьютерно-технические экспертизы. Следователями Генеральной прокуратуры Республики Абхазии в тесном взаимодействии со следователями Следственного комитета России и оперативными работниками Службы госбезопасности Абхазии и ФСБ России было организовано проведение обысков других следственно-оперативных мероприятий, также был проведен качественный осмотр места происшествия и был изъят материал для проведения сложных судебно-молекулярно-генетических и компьютерно-технических экспертиз. В результате при обыске одной из квартир, расположенной в доме, во дворе которого и было совершено убийство, были обнаружены предметы, которые могли быть использованы при сборке самодельного взрывного устройства. Все это дало следствию основания полагать, что именно в этой квартире какое-то время жил предполагаемый преступник, следя за передвижениями дипломата. И вот буквально в эти минуты следствием уже получены результаты молекулярно-генетической экспертизы по следам, обнаруженным на элементах взрывного устройства. И теперь уже достоверно установлено, что к преступлению причастен уроженец и житель города Грозного Юсуп Лакаев. Ранее он был судим за пособничество в участии в незаконном вооруженном формировании, а 13 сентября он был ранен и задержан в городе Батуми в ходе пресечения вооруженного посягательства на жизнь сотрудников полиции Грузии. Именно исходя из личности подозреваемого, а также на основании других материалов, следствие не исключает, что преступление носило террористический характер. В настоящее время следователями Следственного комитета России готовится запрос о международной правовой помощи, в том числе и у выдачи Лакаева компетентными органами Грузии и его экстрадиции в Россию. Проводятся другие следственные действия, оперативно-рассные мероприятия, направленные на установление и задержание других лиц, причастных к этому преступлению.